Друзья, всем привет! Мы на проекте Загорянка Open Space в Дмитровском районе. Заканчиваем и сдаем работы в подсостоянии теплый контур. И давайте вместе поглазеем на то, что мы здесь наделали. Вот наш домик, друзья. Кстати, сразу скажу, в конце этого видео мы представим вам дом Загорянка Open Space в новом экстерьере и даже немного в другом формате. А точнее, дом с двухскатной кровлей. Вообще, это впервые, что в наших домах, в наших проектах мы сделали визуализацию дома с двухскатной кровлей. Поэтому не пропустите концовку видео, обязательно досмотрите. Ну а мы вернемся к нашему домику. Все, что вы сейчас видите, это дом в комплектации теплый контур. То есть это фундамент, стены, кровля, плюс чердачное утепление и плюс оконное остекление и входная дверь. Теплый контур, потому что мы, в принципе, можем поставить в этот дом сейчас переносную электропушку, и в доме уже будет тепло. То есть тепло уже не будет выходить из этого дома, из этого контура, так сказать. С последнего нашего посещения сделаны следующие работы. Это смонтирована водосточная система, вставлены окна и дверь. Кстати, некоторые путают водосточную систему и ливневую канализацию. Ливневая канализация прокладывается под землей и как раз собирает через дождеприемники, вот здесь, воду, которая стекает по водосточной трубе, по водосточной системе. Вот мы видим водосточную систему, которая полностью смонтирована. Водосточный желуд по краю карниза собирает воду и направляет через воронки вертикальные водосточные трубы. И далее должны быть установлены дождеприемники. Но на этом объекте, на данном объекте в Дмитровском районе, ливневая канализация не смонтирована. Поэтому на конце труб мы видим вот такие отводы, через которые вполне возможно в дальнейшем вода будет уходить не в подземную систему ливневой канализации, а в поверхностную в виде лотков. Но пока нам этого не известно. Известно только что, что здесь по периметру дома не видно, но нам это точно известно, что здесь смонтирована мягкая отмостка. Мягкая отмостка премиальной категории цены, а значит засыпка была из гранитного щебня. Кстати, вот кусочек здесь виднеется, и я сейчас приложу еще пару видео осенних, где была еще видна эта отмостка на этом доме. Сейчас же она у нас укрыта сверху геотекстилем, чтобы строительный мусор от кровли, от стройки не попадал в щебень. Ну а стоимость выполнения отмосток у нас вынесена отдельным пунктом в сметах на сайтах, и вы всегда можете отдельно прикинуть, сколько будет сделать мягкую либо жесткую отмостку для любого нашего дома. Также, друзья, как и в прошлый раз, показываю вам результат ошибки на этапе проекта. Это вот эти окошки, точнее вот это окошко, оно должно было быть выше на 5 сантиметров в уровень с этим окном. То есть уровень этого окна должен быть как у всех окон. Ну вот оно получилось ниже, и теперь у этого дома в Дмитровском районе уж точно будет своя изюминка. Теперь потомки хозяина, дети, правнуки, внуки будут гадать, думать, почему же их папы, мамы, дедушки, бабушки, ну предки, короче говоря, сделают здесь окна на разных уровнях. Чуть-чуть они разные, но мы-то с вами знаем, что виной всему мы строители. Оконное остекление, еще раз повторю, здесь из премиальной категории цены. С этого года это профиль Rehau Delight. На этом объекте присутствует как оконный профиль, вот в данном случае мы видим оконный профиль. А на выходе на будущую террасу есть еще двухсторчатая дверь и здесь дверной профиль. В дверном профиле, в отличие от оконного, вставлен полноценный замок с ключом. Давайте посмотрим. Вот видите гарнитур под ключ-замок. И более скажу, здесь еще и противовзломная фурнитура по контуру в этой двери, кроме того, что еще полноценный замок стоит. Эту дверь можно запирать как изнутри, так и снаружи. То есть теоретически выходить из дома можно будет и из кухни-гостиной, что мы сейчас сделали. Если у вас, например, входная дверь заперта, надо просто взять с собой ключ и выйти через большую двухсторчатую дверь на террасе. Это двухсторчатая дверь, штульповая. И еще заметьте, что подоконники внешней отливы у нас выполнены с использованием пароизоляции Дельта Рефлекс. Я думаю, так точно никто не делает. Но вот в последнее время мы вот так делаем. То есть закрыли горизонтальные поверхности, все горизонтальные поверхности окон, зону отлива, чтобы здесь не скапливалась вода, не попадала по швам внутрь дома в том числе. Пароизоляция у нас всегда остается после утепления чердака. Хотя бы какие-то кусочки мы уже в который раз применяем ее как временное решение в этом узле. Пленка толстая, прочная, долговечная, на пару лет точно хватит. Как раз до того момента, пока не будут производиться фасадные работы и не будут смонтированы постоянные металлические отливы. Еще одну важную работу мы здесь сделали, друзья, и важнейшую я бы сказал. Это отдали образцы газобетона в лабораторию на испытания. Начиная с объекта Сычева, дом Сумарокова, мы решили тестировать выборочные образцы газобетона с каждого строящегося дома. И давайте вместе посмотрим протоколы испытаний. Изначально мы закупали блок плотностью D400, прочностью B2.5. Что имеем из лаборатории? Фактическая плотность плавает от 410 до 460 грамм на кубический дециметр. То есть фактическая плотность образцов получилась у нас D410-D460. Причем у наименее плотного кубика плотность нажатия была 2.55 мегапаскаль. Вот такими данными мы теперь будем с вами делиться. Надеюсь, кому-то это будет полезно. И теперь давайте пройдем на вход, там где у нас главный вход. Напомню, кстати, это дом с интересной посадкой на участке. Парадное крыльцо у него. Вот парадное крыльцо. Выходит, смотрит не на въезд, где мы сейчас вот находимся. Здесь въезд. А на боковую и заднюю часть участка. Вот так решено было поставить дом. И, кстати говоря, пока не забыл. На этом доме, друзья, не выполнялись софиты. Обратите внимание, не выполнены софиты. Ни полные софиты, ни полусофиты, как мы это называем. То есть, когда сделана только лобовая доска, джейфаской закрытая, и подсистема деревянная. Это было сделано, например, в доме Сумарокова в Андреевке, в Солнечногорске. А здесь ничего не сделано. Оставили на следующий год. И именно поэтому, друзья, в зоне карниза, в зоне Муэрлата, бригада набила москитную сетку. Не знаю, видно, такая беленькая москитная сетка. Вот закрыли этот зазор. Так как зимой, если софиты не закрыты, а сейчас зима, снег может залетать на перекрытие, на утеплительное, на чердачное перекрытие. Этого нельзя допускать, и поэтому здесь уже набита сеточка. Вполне возможно, если вентиляции подкровенного пространства в дальнейшем это не будет мешать, она так и останется здесь навсегда. И вот, друзья, наша входная зона. Вы уже заметили наши столбы из клееного бруса с покрытием маслом, цвет палисандр. И входная дверь из Петровича. Уже смонтирована металлическая входная дверь, как мы ее называем временная. Потому что она достаточно легкая и с самым простым замком. Но, друзья, никто вам не мешает ей пользоваться достаточно продолжительное время, пока действительно не появится нужда установить утепленную, противовзломную, тяжелую дверь. Ну, или не тяжелую, а ту, которую вам захочется. Немного пройдем внутрь. Я покажу, что уже смонтировано за последнее время. Во-первых, это пароизоляция, если поднимем голову наверх. Пароизоляция из премиальной категории цены. Пароизоляция с теплоотражающим слоем и с максимальным сроком службы. Все скрытые материалы, которые после отделки будут не видны, в премиальном сегменте у нас имеют максимально возможный срок службы. Ну, то есть это премиум материалы. И, кстати, это ключевое отличие, так сказать, домов от заказчика, как мы строим, от домов на продажу. Дома на продажу строятся по принципу. Все, что ты видишь снаружи или внутри домов при покупке, имеет более-менее среднее качество. Все, что скрыто, это пленки, утеплители, армирование, сложные узлы. Вот эти все мелочи важные. Все будет выполнено самой низшей дешманской категорией материалов. По сути, дома на продажу строят не строители, а просто предприниматели или бизнесмены, или люди, которые просто хотят заработать. И от стройки вы мало что увидите. Там будет только внешняя картинка. Это я предупреждаю тех людей, которые захотят приобрести дом, уже построенный кем-то для продаж. Будьте бдительны. Заметьте, друзья, что каждый контур утепления у нас проложен отдельно в каждой отдельной комнате. Вот каждая комната, это свой слой пароизоляции. Даже не утепление, а пароизоляция именно. То есть мы по комнатно приклеивали пароизоляцию к стенам. Хотя в модификации Open Space, а это первый дом в такой модификации, можно было бы сделать единый контур пароизоляции. То есть не по комнатно, а вообще во всем доме единый слой. И по наружным стенам, вот здесь вот по наружке, только его проклеить. А по чердаку, соответственно, подклеить единым слоем, скажем, единой площадью. Но мы решили, так сказать, только присмотреться к этому решению. И, возможно, у вас будут свои замечания по этому вопросу. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Также у нас на этапе устройства чердачного перекрытия смонтировано, как вы видите, чердачная лестница и чердачный люк. Давайте посмотрим, лестницу увидели. А вот люк дополнительный. И он сохранит тепло в доме и будет препятствовать попаданию пыли из чердака. Пока он еще, к сожалению, не смонтирован, но буквально там час-два и смонтируем. То есть лестница здесь, в Дмитровском районе, будет защищена сверху. Это доп. опция в наших домах, но опция очень полезная, я считаю. И давайте теперь пройдемся еще на чердак, заглянем, что же там. По лесенке по нашей поднимаемся. Как раз вот здесь вот будет люк, про который я говорил. Он пока еще не смонтирован. Будет открываться крышечка, не будет попадать пыль. И вот, друзья, у нас уже слой утепления на чердаке мы видим. Это два слоя общей толщиной 250 миллиметров. И вот, кстати, друзья, сразу расскажу, почему холодный чердак – это намного более профессиональное решение, чем мансардные кровли, которые так полюбили строители из 90-х. В холодном чердаке у нас все пространство открыто, видно, да? Все видно, просматривается. Мало того, что мы в любой момент можем проинспектировать кровлю, проверить, то есть залезть сюда, просмотреть, все ли в порядке, нет ли конденсата нигде, нигде не капает ли. Так мы еще, друзья, в любой момент можем увеличить при необходимости слой чердачного утепления. Вот это утепление увеличить в любой момент. Денег, наверное, немного подкопили или поняли, что можно было бы улучшить энергоэффективность дома. Взяли и насыпали сверху еще там эко-вату или даже такую же минеральную негорючую вату. Есть такая форма в мешках. Кстати, было у нас видео, сейчас сверху приложу ссылку, когда мы напыляли, распыляли именно минеральную вату. То есть, по сути, тот же материал, который вот мы видим. Так вот, захотели повысить энергоэффективность нашего домика, застелили еще 5 или 10 сантиметров и работать здесь на один день, и все очень просто. А теперь представьте, как вы будете инспектировать состояние кровельного утеплителя на мансардной кровле. Или увеличивать слой утепления на такой кровле. Ну, а я подскажу, что у вас только два ответа. Первый – никак, второй – разбирать всю кровлю. Ну и почувствуйте, как говорится, разницу. Ну, а теперь давайте еще раз пройдем внутри этого дома и немножко поймем планировку этого одноэтажника, который построен в концепции Open Space Center. Входим через главный вход. Это у нас прихожка небольшая. С левой стороны есть ниша. Видите, ниша такая получается, образованная наружной стеной и выступом стены со стороны соседней жилой комнаты. А справа, по ходу движения, здесь у нас первая котельная и дальше санузел. Котельная площадью 5 квадратных метров, санузел почти 6 квадратных метров. В первой альтернативной планировке мы прихожку вытягиваем влево, если стоим по направлению, как входим в дом. Вытягиваем влево в сторону жилой комнаты. У прихожки появляется окно. Вот это окно появляется у прихожки. А вот в этой зоне за прихожкой у нас также появляется небольшая кладовая. В четвертой альтернативной планировке у нас прихожка расширяется уже наоборот, в другую, в правую сторону. И также в ней уже появляется окно уже с другой стороны. Вот еще окно, только в правой части. В третьей альтернативной планировке на месте санузла и котельной, вот в этом всем пространстве, здесь будет жилая комната площадью почти 12 квадратных метров. Ну и проходим дальше. Здесь мы видим кухню-гостиную. Смотрим в эту зону площадью 23 квадратных метра с отдельным выходом в зону участка. Проем здесь, кстати говоря, 240 на 260. Во второй альтернативной планировке при этой комнате появится отдельная комната-кладовая. Вот здесь, в этом углу вход будет. В левой стороне дома у нас приватная зона, жилые комнаты. Здесь у нас слева направо три жилые комнаты. Раз, два, три. И одна достаточно вместительная кладовая либо гардероб. В альтернативных планировках тупиковые комнаты остаются, но меняется их площадь и конфигурация. При этом во второй альтернативной планировке вот эта гардеробная разбивается на две комнатки. Одна кладовая при кухне, про которую я уже говорил. Она получается с окошком светлая кладовая. И вторая ближе к коридору небольшой гардероб. В третьей альтернативной планировке это задняя комната, будем так ее называть. Еще более интересно нарезается. Сзади будет маленькая кладовая либо санузел при угловой мастер-спальне, вот той мастер-спальне. А ближе к коридору две объединенные комнаты, санузел и далее сауна. С противоположной стороны через коридор в этой же планировке будет котельная. В четвертой альтернативной планировке две тупиковые комнаты разделяются между собой небольшой кладовой гардеробом. А со стороны главного фасада появляется проходная кладовая, вот здесь будет вход такой же, с доступом далее в котельную, в которой будет отдельное окно. Вот такая интересная планировка в этом доме Загорянка. И, кстати, да, здесь можно демонтировать абсолютно все перегородки, это вполне возможно. Сделать из этого дома можно клуб, например, студию танцев или еще что-нибудь подобное. Но, наверное, для этого когда-нибудь должен быть построен еще основной жилой дом. Тогда этот дом можно будет изменить до неузнаваемости. Ведь это дом с живой планировкой, не забывайте. Дом без единой внутренней несущей стены. Дом, который может меняться под ваши интересы и новые условия жизни. Ну а здесь стройка у нас завершается, друзья. Бригады уходят на зимние каникулы. А мы заключаем с удовольствием договора с новыми заказчиками для своих новых свершений. И до новых встреч в новом строительном сезоне. Пока. Ты поверь, что это не напрасно, что в жизни нашей будет все легко. Сделай уверенный шаг, не стой на месте, будь ближе к мечте. Эту жизнь не знав, под звуки петь и шагай к цели. Позволь себе, друг мой, идти вперед со своей мечтой. Ты двери в новый мир открой. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни из майла. Жена в наш стиле лайк-стайл. Пусть у вас будет добрая привычка, открывая сердце двери новым друзьям. Как весной с юга прилетают птички. Создают гнезда для уютного жилья. Идти вперед со своей мечтой. Ты двери в новый мир открой. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни из майла. Жена в наш стиле лайк-стайл. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни из майла. Жена в наш стиле лайк-стайл. И чтобы в мире это не случилось, Пусть всегда тебе везет жизнь, Главная стабильность всем синоптикам на слов. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни из майла. Жена в наш стиле лайк-стайл. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни из майла. Жена в наш стиле лайк-стайл. Живи в мире комфорта, как песни из майла. Живи в мире комфорта, я беру тебя комфорта. Удавая карта глаза. decided надо поминать себя в этот час. Живи в мире комфорта.